Существуют ли швейцарские часы с невероятной историей, достойного качества и по адекватной цене? Сегодня мы познакомимся с брендом Эль Дюшен. Всем привет, друзья! С вами Виктор, вы на канале Про Часы. И сегодня я покажу вам три модели от бренда Эль Дюшен. Трехстрелочный кварц, механика на автоподзаводе и кварцевый хронограф. Три модели очень похожи, но при этом очень сильно отличаются друг от друга. Что за бренд такой Эль Дюшен? Первые упоминания об этой марке были найдены в летописях времен короля Людовика XIV. Именно род Дюшенов занимался производством карманных часов для короля Людовика XIV. А конец XVIII века обозначился для бренда изысканными работами ювелира и часового мастера Луи Дюшена. Его работы заслуженно пользовались уважением в среде французской аристократии. Тогда мастера Дюшен создавали невероятные часы ручной работы. Так бы все и продолжалось, если бы не технологический прорыв в 1930-х годах. Мастерская Дюшенов не стала перестраиваться на новые технологии, отдавая предпочтение ручному труду. И это сыграло с ними злую шутку. Мастерская банально перестала приносить прибыль и закрылась. Так бы все и продолжалось, если бы в начале нулевых годов один коллекционер не обнаружил в антикварной лавке изысканные часы с надписью Луи Дюшен. Он изучил историю бренда и решил воссоздать бренд, но уже используя современные технологии. Главная особенность часов Луи Дюшен должна была сохранить историческое наследие, при этом использовав современные технологии, сделать часы доступными. Сегодня у бренда Луи Дюшен есть огромное разнообразие коллекций, есть невероятные часы с ручным декором циферблата, есть более базовые модели. Все эти часы вы можете посмотреть на официальном сайте бренда в России, перейдя по ссылке в описании. Ну а я предлагаю посмотреть более детально на интересные модели. Поехали! Итак, друзья, перед нами три версии часов. Есть кварцевый трехстрелочник, кварцевый хронограф и, на мой взгляд, самые интересные часы с автоматическим швейцарским механизмом. И та с отображением даты, дня недели, трехстрелочник, стальной корпус, стальной литой браслет. На мой взгляд, действительно самая интересная версия из трех представленных. Абсолютно универсальные часы, которые подойдут практически под любой стиль, да еще и с таким красивым темно-синим циферблатом с переливом. Давайте снимем пленки и более детально взглянем для начала на эти часы. Посмотрим на габариты корпуса. Так, диаметр корпуса в данной модели составляет 40 миллиметров, толщина часов 12 миллиметров и расстояние между ушками в данной версии 50 миллиметров. Вполне универсальные размеры, хорошие габариты, классно выглядит и браслет, два типа полировки, центральные звенья матовые, тем не менее блестят довольно красиво на свету, крайние звенья с зеркальной полировкой. Застежка клипса на данном браслете, здесь логотип бренда, дубовый лист, который символизирует мудрость и долговечность. Единственный не самый удобный момент в этом браслете, то что нет никаких кнопок и открытие происходит просто с применением силы. Сразу обращает на себя внимание и задняя крышка с нестандартным окошком, такой небольшой вырез здесь у нас предусмотрен. Видно и логотип компании Эль Дюшен, информация о часах ниже представлена и в окошке мы видим как раз таки баланс спираль и можем наблюдать и ротор автоподзавода. Полированный корпус, все неплохо сделано, достойные материалы и конечно же здесь сапфировое стекло, стекло в данном случае плоское, а под ним скрывается циферблат. Вот как раз циферблаты это наверное одно из главных преимуществ бренда Эль Дюшен. Есть конечно и изумительные циферблаты расписанные вручную, там немножко другая серия, но даже в скажем так простых часах относительно для этого бренда, здесь циферблаты привлекают к себе внимание. И цветовая палитра, и узор циферблата, солнечные лучи, перелив, аккуратно выполнены метки, стрелки, ну кстати здесь на метках и на стрелках суперлюминова, швейцарская, то есть в темноте время будет считываться очень даже неплохо. Логотип бренда в позиции 12 часов, надпись автоматик и Swiss Made. Заводная головка в этих часах не завинчивается, здесь кстати тоже логотип бренда, в крайнем положении происходит перевод стрелок. Есть и стоп секунда, здесь установлен швейцарский механизм, и та, механизм популярный, механизм достойный и в принципе конечно обладает всеми современными требованиями. В среднем положении есть быстрый перевод даты, и по идее если вращать в другую сторону, да, у нас смена дни недели. На двух языках здесь указаны дни недели, что довольно популярно конечно же, и можно выбрать тот язык, который вам более предпочтительный, ну скорее всего это будет английский. Неплохо выполнены часы, и по качеству материалов, и по внешнему виду, очень нравится мне действительно как в данном случае выполнена задняя крышка. На четырех винтах она держится, по краю зеркальная полировка, в центре она матовая, и вот это окошко тоже совершенно нестандартное. Не часто у брендов такое встретишь, ну потому что обычно мы видим завинчивающиеся задние крышки, и там конечно попасть окошком четко под баланс, это практически невозможно. Здесь за счет того, что крышка имеет стандартную фиксацию, уже конечно можно подбирать тот вариант, который нужен для отображения всей прелести механизма. Ну конечно, когда мы говорим о механизм, в первую очередь мы хотим видеть именно движение баланса. Ну и конечно, как и необходимо для повседневных часов, а это скорее всего, на мой взгляд, именно повседневный вариант, здесь есть водозащита, 5 атмосфер, 50 метров. Да, не самая большая, но, наверное, для регулярного посещения офиса, пожалуй, то, что нужно. Вот таким образом выглядит модель на моем запястье. Очень даже неплохо, я бы сказал, аккуратные, симпатичные, не громоздкие, на приятном браслете, выглядят довольно-таки приятно. Ну и бренд с большой историей, да, наверное, не такой раскрученный, как очень многие швейцарские бренды. И, конечно же, современный Эль Дюшен и те, которые были при Людовике XIV, это совершенно разные вещи. Все-таки сегодня часы производятся уже совершенно по-другому. Тем не менее, бренд сохранился и сейчас передает в современных часах, по крайней мере, пытается передать, то величие, которое когда-то было у французских часовщиков. Ну а стоимость данной модели сегодня на официальном сайте Эль Дюшен в России 71 900 рублей. Относительно доступные часы, я бы сказал, для швейцарского производства, для бренда с интересной историей и с хорошим внешним видом. Что еще есть у нас сегодня? Давайте посмотрим. Это похожая модель, очень напоминает предыдущую версию, но в данном случае это кварц. Точно так же логотип Эль Дюшен, точно так же три стрелки, двойная дата, водонепроницаемость. Здесь уже 10 атмосфер, то есть 100 метров, ну и тоже Swiss Made. В данном случае тоже используется швейцарский механизм, но уже ронда. Эти модели, кстати, из одной серии. Это линейка Динамик, одна из самых востребованных у бренда Эль Дюшен. Что у нас здесь на задней крышке? Логотип бренда, дубовый лист, Swiss Made, 10 атмосфер водонепроницаемость, полностью нержавеющая сталь и сапфировое стекло. Тоже сапфир в данной модели, но здесь можно обратить внимание, что корпус значительно тоньше. Давайте его померяем. 8,5 мм всего-навсего здесь толщина корпуса, между ушками расстояние в данных часах такое же 50 мм, ну и тоже 40 мм диаметр корпуса. По сути, если вы хотите классические часы, универсальные классические швейцарские часы, и можете выбрать между автоматическим механизмом и кварцевым механизмом. Разница, конечно, есть, и у каждого механизма есть свои ценители, те, кому нравится кварц, те, кому нравится механика. Ну, в данном случае кварц, конечно же, побеждает в толщине. Ну, и кварцевые модели, естественно, дешевле. Данная модель в кварце стоит 29 900 рублей, практически в два раза дешевле этой же версии, но на автоматическом механизме. В обоих моделях есть варианты на ремешках, на браслетах, можно подобрать то, что вам более удобно. В данном случае здесь кожаный ремешок, телячья кожа, логотип Эль Душен и застежка-бабочка тоже с логотипом бренда. Неплохого качества, кстати, ремешок, вполне достойный для швейцарских часов. Точно так же здесь использована швейцарская суперлюминова на стрелках и на метках, и точно так же классно выглядит циферблат. В данной модели он уже темный, я бы сказал графитовый оттенок, солнечные лучи, красиво выглядит, красиво переливается. Уже более, наверное, костюмный вариант, а опять-таки, наверное, для офиса один из лучших выборов. Ну и третья модель в нашем сегодняшнем обзоре – кварцевый хронограф Эль Душен. Это уже коллекция «Пилотаж». Здесь, в данной коллекции, дизайнеры вдохновлялись, конечно же, самолетами, их управлением. И по заверению, по крайней мере, производителей, циферблат напоминает панель приборов в кабине самолета. В данной версии три дополнительных циферблата. Малая секунда, накопительный счетчик минут и накопительный счетчик на 12 часов. Довольно удобно для длительного засекания времени. Хронограф кварцевый, стандартное управление, верхняя кнопка запускает хронограф, она же останавливает и нижний происходит сброс. И мне нравится, как здесь выделили эти счетчики. Каждый из дополнительных циферблатов здесь визуально выделен гильяшей в виде концентрических колец. Хорошо выполнено, привлекает к себе внимание. И интересно здесь и форма стрелок. Она тоже не случайна. Они хорошо читаются, они не перекрывают показания других индикаторов благодаря прорезям в теле стрелок, так сказать. То есть в каком бы положении центральные стрелки не находились, вы всегда можете считать показатели дополнительных счетчиков. Приятно, что бренд об этом позаботился. Иногда на хронографах практически не видно показателей, из-за того, что как раз таки центральные стрелки это все дело перекрывают. И красиво сюда вписали окошко даты в позиции 6 часов. Как раз таки на 6 часах и основного циферблата, и малого циферблата. Белое окошко даты. И конечно должна быть быстрая смена даты. Да, можно вращением заводной головки в первом положении быстро, ненапряжно поменять дату на ваших часах. Как вариант, здесь установлен браслет с миланским плетением. Есть, конечно же, опять-таки, как и в других версиях, и литые браслеты, и кожаные ремешки. Все это доступно, все это на ваш выбор. В отличие от предыдущих версий, здесь уже нет суперлюминовые. Никакой подсветки в темноте от этих часов ждать не приходится. Ну, наверное, это и не обязательно. Завинчивается задняя крышка, полностью нержавеющая сталь, сапфировое стекло, 5 атмосфер водонепроницаемость, и, конечно же, логотип бренда. Ну, вот такие браслеты миланское плетение какое-то время были прям очень популярны. Появился хайп, скажем так, на такие браслеты. Сегодня он скорее уже отходит, но на самом деле это удобный вариант для регулярного повседневного ношения часов. Напишите в комментариях, как вы относитесь к таким браслетам, и какой бы вариант на самом деле вы выбрали, литой браслет, плетеный или все-таки кожаный ремешок. Интересно узнать ваше мнение. Вот такая модель, кварцевый хронограф. Мы, кстати, не посмотрели на габариты. Здесь диаметр корпуса 42 практически миллиметра, толщина 10 миллиметров, между ушками расстояние практически 50 миллиметров, как и в других версиях. Это уже ближе к спортивному стилю, то есть если предыдущие две модели у нас были практически классикой, то кварцевый хронограф, в любом случае хронограф это спортивный стиль. Изначально он задуман для засекания коротких отрезков времени в автоспорте, в других гонках. Сегодня, конечно, не все пользуются хронографом по назначению, чаще его применяют, наверное, в домашней кулинарии, ну или для засекания отрезков времени передвижения на работу, сколько вы стоите в пробке или нечто подобное. Вообще, вещь, конечно, полезная, вещь, конечно, удобная. И что мне нравится, есть как раз счетчик на 12 часов, то есть длительные отрезки времени можно засекать с довольно высокой точностью. Если бы было просто на 10-30 минут, наверное, это в повседневной жизни не так удобно. При детальном рассмотрении циферблата, в принципе, всех этих моделей видно качество, видно, что отнеслись хорошо к производству. Ну, все-таки SwissMate нам дает некие стандарты качества, ниже которых опускаться попросту нельзя, если вы хотите эту надпись на своем циферблате получить, на своих часах. Поэтому, конечно, здесь и аккуратные стрелки, и аккуратные накладные метки с неплохой отделкой. Все это в целом выглядит очень гармонично. Ну, опять-таки, повторюсь, мне больше всего понравилась именно классическая версия на автоматическом механизме с литым браслетом. Мне кажется, действительно, самый универсальный вариант. И если вы ищете относительно универсальные часы на повседнев, если вы хотите именно швейцарские часы, очень рекомендую рассматривать именно данную версию. Приятная цена, приятные часы, и определенно точно они долгое время будут вас радовать. Напишите в комментариях, какую модель выбрали бы вы, как вам, в принципе, бренд Эль Дюшен. Мне кажется, это интересное решение во вроде бы и люксовых, но доступных швейцарских часах. Спасибо, что смотрели это видео. Обязательно увидимся в новых выпусках. Пока.